Одна из примет осени это начало зимних заготовок. Крутятся банки с помидорами и огурцами, ягоды превращаются в варенье или компот. Каждый, у кого есть свой огород, знаком с этой ситуацией. Однако возникает вопрос. На дворе 21 век, продуктов в магазинах хватает, дефицита нет, в частности, в зимний период. Так зачем же современному человеку огород и нужен ли он вообще? Об этом мы сегодня поговорим в программе «Семейные ценности». Эти шесть соток приносят хороший урожай для большой семьи Романа и Ирины. Вот уже 20 лет семейный огород – основной поставщик ягод и овощей. Ирина Александровна забыла, когда в последний раз покупала огурцы и помидоры в магазине. Я всю жизнь на огороде. У нас уже больше 20 лет. Вот огород, он наш собственный. Наверное, так принято. Да, это, наверное, передается воспитанием, что бабушка всю жизнь на земле жила, меня приучила. У мужа тоже все родственники в деревне. Огород большой. Вот в частности, в эти выходные поехали копать картошку. 40 соток, но нужно. У каждого из троих детей свои обязанности. Даже у младшего трехлетнего Коли есть ответственная работа. Он собирает урожай и очень любит поливать огород. Если что-то с землей какая-то работа, перекопать, скопать, выкопать – это все, это всегда я. Вон Анна там сорняки полит, помогает, газон стрыгивает, поливает. Я так по тяжелой работе – что-нибудь перенести, поднять, потащить. Нет, ну это правда очень полезно. Приятно утром встать, пойти и сорвать с грядки свежую, покушать. Семья большая – это очень большое подспорье. Мы ничего не покупаем из овощей, ягод в магазине. У нас все свое. Картофель, морковь, капуста, перцы, помидоры, огурцы – обязательно грядки три гороха как минимум. А также смородина, клубника, жимолость и многое другое. При умелом распределении пространства и заботливом уходе можно обеспечить витаминами семью на все лето и зиму. Парник для помидор. Урожая большой хватает не только на нашу семью, но и на всех соседей и родственников. В этом году уже сняли, наверное, ведер 16. Мы очень большие заготовки делаем в зиму. Мы делаем томатный сок, кетчуп варим обязательно. Делаем приправу для борща, то есть там помидор и перец входят. Заготовки делаем, лечи делаем, очень нравится. Так называемая аджика, тоже своя, непокупная. Очень вкусно вот ее и с мантами, и с пельмешками, и с мяском потом. Все свое. Свое всегда вкуснее, чем покупное. Потому что мы знаем, там только помидоры, перец и соль. Все, больше ничего нет, никаких добавок для консервирования. Все хранится отлично. У нас свой погреб большой, все там хранится, ничего не портится. На всю семью хватает. А 4 года назад Ирина с мужем по просьбе старшего сына решили завести кур. Сначала их было 5, потом 10. Теперь семья обходится без магазинных яиц и куриц летом и зимой. По словам Ирины, птицы не требуют большого ухода. Дочь средняя уходит, рвет траву, им нужна трава. Лучше крапиву, чем больше крапивы, тем желток будет ярче, оранжевый. Это самое интересное. Младший сын наблюдает за ними, копает червячков, ходит и по одному червячку кормит. Мама съест, не съест, съест, не съест. Куры за ним бегают, червяков отбирают. То есть в то же время игра и воспитание, они учатся ухаживать за кем-то, кроме себя. Уделять внимание кому-то, кроме чем своим потребностям. Это у нас привилегия детей, как работа их постоянная, что они должны за ними ухаживать. Обилие продуктов в магазине и их доступность – не повод отказаться от своего домашнего хозяйства. Ирина без колебаний отвечает на вопрос, зачем же современному человеку огород. Чтобы было где детям отдохнуть, погулять. Плюс у нас еще и чистые овощи, без химии, выращенные своими руками. Дети приучаются к труду. У каждого есть свои обязанности на огороде. Плюс зимой открыть баночку компота своего, либо помидорки, соленые огурчики – очень приятно. В основном для детей все делается. Вышли погулять, пошли, съели ягодку, сорвали огурчик, сорвали перчик, помидорку. Цветы приятные. Вышел, на работе устал, с работы приходишь, сел в цветочки, посидел. Сразу становится легко, все забывается на трудном. Хорошо. Не знаю, как вы, но я убедилась, что современному человеку семейный огород крайне необходим. Просто даже ради того, чтобы выйти вот так вот утром на свежий воздух, подойти к кусту со свежими помидорками и насладиться прекрасным вкусом. Совместно с компанией Amway мы проводим конкурс «Секрет счастливой семьи». И для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе, нужно ответить на вопрос. В чем секрет вашей большой семьи? Наверное, самый большой секрет – это любовь, чтобы все друг друга любили, уважали, ценили. Это будет, наверное, самое основное. А потом уже к этому прикладываются к любви. Помогают друг друга, ценят, уважают, стараются помочь друг другу, уделяют внимание. Старшие помогают младшим. Взрослые, которые, вот сын старший, он постоянно с отцом что-то делает. Все друг друга любят, все основывается на любви, на взаимной любви. Детей к родителям, родители любят своих детей, и дети любят друг друга. То есть именно на большой любви такой. Наверное, есть в этом секрет большой хорошей семьи. Я благодарю вас и вашу семью за участие в нашей программе «Семейные ценности» и дарю подарок вам от нашего партнера, компания «МВЭ». Это продукция для вас и для вашего дома. Спасибо вам большое. Если у вас есть интересная история вашей семьи, расскажите ее нам, прислав на электронную почту. Семьи с самыми интересными историями примут участие в одной стиле передач проекта, а также в конкурсе «Секрет счастливой семьи». Все участники проекта получают подарки, а победитель отправляется в поездку на Алтай всей семьей на зимних каникулах 2015 года. Семья и детский сад – это тот мир, в котором живет ребенок до школьного возраста. Это та среда, из которой он берет необходимую информацию и адаптируется к жизни в обществе. Приходя в детский сад, ребенок попадает в другие условия, значительно отличающиеся от семейных. Как помочь ребенку в этот период – об этом мы поговорим в следующем выпуске программы «Семейные ценности». Программа «Семейные ценности» подошла к концу. Смотрите нас в субботу в 11.30 и в среду в 19.00. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова